Фэрида Ты выйдешь за меня замуж Если ты скажешь мне «да», я буду счастлив, как никто Перестану писать стихи, ведь стихи пишут только несчастные Ты прекрасней любых стихов, ведь твое лицо прекрасней любой поэзии Если ты скажешь мне «да», то я построю для нас с тобой дом Буду выращивать цветы, которые ты любишь Если ты скажешь «да», я буду совершать открытие Я сделаю домики для птиц, для птиц-корольков Если ты скажешь «да», я буду отцом Каждый день буду добывать хлеб Фэрида Любимая Ты скажешь мне «да» О, как романтично Словно это не пансион, а любовное гнездышко королька Девчонки СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Фриде? Фриде! 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 Я хотел, чтобы все было, как в сказке Завушка, но не настолько же. Фреде, хватит, выходи уже. Смотри, уже скоро двенадцать. Если до полуночи ты не скажешь мне да, то превратишься в тыкву, так что давай уже скорей. Ну же. Фреде, почему ты молчишь? Ты боишься, что твои уста нечаянно проронят слово, да? Я боюсь того, что мои уста могут нечаянно проронить слово «нет», любимый господин Кямран. Это всего лишь безусловно. Нет, нет. Скажите, что ты? Наконец-то. Я в жизни не видела такой романтики. Пансион стал любовным гнездышком. Мои дорогие друзья, я приношу свои извинения за этот небольшой перерыв. И поверьте, для нас все это тоже стало сюрпризом. И это ваша гордость? Я отправляю свою дочку в пансион. И что я здесь вижу? Царство разврата! Месье, прошу. Прошу вас, пожалуйста, давайте не будем обижать друг друга. Давайте проявим уважение друг к другу. Мы сейчас так же удивлены, как и вы. Возмутительно. Значит, какой-то Бей может ночью, когда он пожелает войти в пансион, да? Ну что вы? Что вы говорите? Если может войти сюда, значит и в спальню может войти. Войдем, дочка. Да что это такое? Пойдем. Как он посмел? Насколько я знаю, Фериде, если она и хотела согласиться, то теперь точно не станет. Камран в этот раз столкнулся со скалой, дочка. Ну что вы? Ладно. Тихо. Зачем же так? Тихо. Слушайте меня. Я не понимаю пьесы, да? Для начала... Мы хотим поблагодарить талантливую ученицу Фериде и ее партнера, мсье Кямрана, за эту пьесу. Это было очень правдоподобно, правда? Но ведь я даже и не понял, что это была игра. Прекрасно сыграли. Они к нам присоединятся и поприветствуют вас. Будет хорошо, если вы им поаплодируете. Они волнуются, ведь это их первый опыт. Если вы позволите, то давайте продолжим с того места, на котором мы с вами остановились. Фериде, скажи что-нибудь. Хорошо. Как теперь я буду смотреть в лицо своих учителей, а? Ты меня опозорил. Ладно, не говори. Ты сердишься. Да, я сержусь. Теперь все будут смотреть на меня двусмысленно. Будут глазами съедать. Это то, что я ненавижу. Подшучивание, колкости. Фериде, прости. Я уйду. Было бы неплохо. Я ухожу лишь, чтобы ты нет не сказал мне. Завтра скажешь свой ответ на том же месте. Но если ты не придешь, я посчитаю это за отказ. И не потревожу тебя. Что ты делаешь, дочка? Кембран, с тобой все хорошо, сынок. Как ему? Пусть он не женится на мне. Женюсь, вот увидишь. Еще чего? Все равно женюсь на тебе. Нет, ты не сможешь меня поймать. Не сможешь. Иди сюда. Мама. Ты поймаешь. Мама. Что такое? А ну-ка стой. Мама, посмотри. Моя маленькая принцесса. Хватит бегать, дети. Стой. Хватит, говорю. Не сможешь поймать, не сможешь. А, точно как в сказке о Золушке. Теперь ты наденешь его на ногу, ну а потом ты станешь моей принцессой. Понятно? Ха-ха-ха. Получай. Оу. Ха-ха-ха. Но меня зовут королев. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Господа, а как называется эта чудесная пьеса? Беглянка. Парень неумеха. Беглянка. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Что же будет с этими людьми? Помоги им, Аллах. Наша пьеса в разных странах показывается зрителю по-разному. Как нравятся публики. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Если бы отец и брат увидели тебя на улице, что бы ты им сказала? И еще, как бы я им объяснила, что ты одна вышла из дома? Думаешь, я правда боюсь? Да хоть глашатые вызывай мне все едино. И имея в виду, сторониться я больше никого никогда не стала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что такое? Я хотела узнать, все ли в порядке, не нужно ли чего. Нет. Хорошо. Присядь-ка. Поговорим немного. У меня еще там есть дело. Я скоро приду. Присядь. Оставь пока свои дела. С тобой что-то не так? Нет, жизнь моя. Все в порядке. Я думаю только о дочке. Да, и я тоже о ней думаю. Но, бессимая. После такого нельзя принимать этого подлеца в качестве жениха. После всех этих грязных дел, что он провернул. Ладно, Сифи Тинбей. А если все-таки это правда? Если она, как и Фариде, ничего не знала об этом никяхе. Если Наджмия стала жертвой обмана. Все, что Наджмия скажет теперь, тоже может быть ложью. Откуда ты знаешь это? Этот пес в тюрьме не подтвердил те слова. У меня уже мозоль на языке появилась от повторения. Сердце на части разрывается. Но я вот что скажу. Пусть оно снова разорвется на части. Что станет с Наджмия? Что будет, если Кадди и Фенди узнают, что она беременна? Ее же бросят в темницу. Не забросает ли народ этот дом камнями? И кому тогда будет интересно, виновен Селим или нет? И все только из-за глупого упрямства твоего сына. Из-за упрямства? Да ты сама слышишь, что ты говоришь? Разве наш конфликт с Селимом это всего лишь глупое упрямство, Биссиме? Этот подлец наш позор! Наш позор! А также отец ребенка, которого ждет твоя дочь. Мы будем молчать. Мы с тобой не станем на него жаловаться. Мы дадим еще один шанс Селиму. Мы дадим шанс даже не Селиму, а самим себе. Шанс на то, чтобы все исправить и снова стать одной семьей. Даже если я и соглашусь, Кямран не согласится. Разве раньше ты не рисковал выступить против его мнения? Разве этого никогда не было, Сефитин Бей? Тогда все было иначе. В то время я еще ничего не знал об этом никаке. Моя дочь, она опозорила мою жизнь. Для тебя Кямран не более чем повод Сефитин и Фенди. Ты этого не хочешь. Если захочешь, то ты уговоришь своего сына. Я в этом совершенно уверена. О, халат! Нет, Жмея, снова нет. Я не смогла ничего сказать Сефитин Бею о том, что ее опять нет. Ну, что мне с ней делать? Она делает все, что ей вздумается. Неизвестно, куда уходит, откуда приходит. Неджмие что-то задумала. Так что горе мне от этой дочери. Получил письмо? Ну, разве этот план не опасен для тебя, Неджмие? Это единственный способ убедить брата и отца. Мы просто вынуждены это сделать. Путь к этому лежит через Кадья Хазритлери. Но ты забыла об одном. Даже если твои отец и брат согласятся, я все равно пойду в тюрьму. Не пойдешь. Твоя вина будет на Левента Фенди. Не выйдет. Выйдет. Я все решила. Утром поговорила с семьей Васфи. Они хотят отомстить. Уже нет. Их устроит возмещение. Но для этого все имущество твоего любимого папочки будет распродано. Это значит, моего отца не повесят, правильно? Да. Я спасла твоего отца. Но может понадобиться, чтобы он какое-то время провел в тюрьме. Взамен будет доказана твоя невиновность. Неплохо. Если согласиться, то значит я спасен. Да. Завтра его навестит вдова Нариман. Если Левента Фенди примет мое предложение, ты станешь моим мужем. Я даже предположить не мог, что ты так сильно в меня влюбишься. Это уже не любовь. Не знаю. В прошлом, когда кто-то рассказывал о любви, то я думала о чем-то прекрасном. О красивых памятных мгновениях. Первый раз, увидев тебя, я почувствовала это. Мне знакомо это чувство. Но теперь это уже не любовь. Это месть. Это месть всей моей семьи. Привет, романтик. Я вижу, вести недобрые. Неужели отказала? Что у тебя? Иди. Да, я обниму жениха. Ах ты, львенок ты мой. Застал девушку врасплох, заставил краснеть перед всеми, а потом принудил ее сказать да, не так ли? Нет, папа. Она не сказала да. Да ну? Пока не сказала. Ну-ка, расскажи мне все подробно. Пойдем же, пойдем. Давай, давай. Присаживайся. Садись. Все прошло так, как придумала Катина. Это был просто шикарный сюрприз. Видел бы ты, Фариде, она была так удивлена. Ну же, давай ближе к делу. Что она сказала? Она была готова сказать да. Была готова? Да. Я по глазам видел. Она явно была готова. Но тут заговорила эта девушка с противным голосом. И Фариде сбежала. Пошел бы за ней. Мог ли я не пойти? Я и пошел. Она залезла на дерево. Как всегда, она хотела побыть с мамой. Увидев ее такой, я не выдержал. Сердце разорвалось. Конечно, потом она начала злиться. Говорила, как она будет смотреть в глаза людям. Мусульманин, я же говорил. Не смущай ее. Она вся покраснела. Завтра даст ответ. Я сказал ей, что если... Завтра она не придет туда, то я сочту это за отказ. Что такое? Что ты натворил, жизнь моя? А если строгие и упрямые учителя не разрешат ей выйти из пансиона, что тогда будет? Ты подумал об этом? Что будет тогда? Папа, насколько я знаю, свою Фариде, она обязательно сделает то, что взбрело ей в голову. Если учителя не разрешат ей, она сбежит. Без разрешения. Не через дверь, так через окно. Поэтому она и королек. Это правда. Завтра она придет туда. И тогда она скажет мне да. Мир для меня станет необъятным. Твой сын соединится со своей второй половинкой. Со своим корольком. И будет счастлив. Посмотрим, сынок. Да, я улыб. О, Всевышний, как вы посмели, как вы посмели испортить торжественный вечер, который мы все готовили в течение нескольких недель. А? А ты? Ты, Мишель. Что ты скажешь? Ну, как ты могла попасть под влияние королька? Она даже не знала. Это был сюрприз. Это была моя ошибка. Мишель здесь ни при чем. Она стала жертвой своей доброты и любви ко мне. Простите ее. Я готова понести наказание. Ерунда. Она подыграла твоему буйному возлюбленному. Этого мало? Вы чуть было не опозорили наш пансион. Чуть не запятнали его имя. Пусть наш Всевышний простит несчастную сестру Алексею. Ей пришлось солгать по вашей вине, девочки. И вот теперь она молит о прощении. Она будет молиться днями и ночами. И все по вашей вине. Да дарует Всевышнее ей здоровье. Теперь можете идти спать. Завтра для вас обеих наступит совершенно новый день. Наказания не будет? А разве может его не быть? Мадемуазель Изабель сама персонально вами займется. Это ужасная Изабель? Угу. Да, дорогая. Мама. Сынок. Я видела, что ты пришел. Но решила не беспокоить, увидев, что ты зашел к отцу. Как она? Ну что, занята своими проблемами. Она тоже удивлена. Опечалена, мучается. Пусть мучается сколько угодно, мама. Пока она переполнена гневом и злом, сколько бы ты ни пыталась это исправить, ничего не выйдет. Сынок, все будет хорошо. Все равно хоть все будем вместе. Мы нужны друг другу. Разве ноготь может расстаться с пальцем? Может, мама. Наджмиед для меня уже давно как отросший ноготь. отрезал и выбросил бы его. Говори, что отрезал и выбросил, но это не так просто. Вы оба мои дети. Брат и сестра это совсем другое. Я пережила эту боль, поэтому знаю, не дай, Аллах, такого никому. Если с Наджмиед что-то случится, то тебе будет больнее всего. Поэтому прости их. Давай по-доброму все уладим. Что ты говоришь? О ком это ты? Я говорю тебе о Селиме и Наджмие. Прошу тебя, подумай еще раз, сынок. Пожалуйста, не решай так сразу. Прости этих двоих, дитя мое. Мама, ты не понимаешь, о чем говоришь. Тут не о чем и думать. Речь идет о жизни твоей сестры. А она подумала о моей жизни. Она подумала о жизни Фариде, твоей отца. Мама, не умоляй меня ради Наджмия. И я больше не хочу слышать имени Наджмия Селима, понятно? И не пытайся меня переубедить. Потому что я могу обидеть мама. Спокойной ночи. Фариде, усла до души моей. Ты скажешь мне да? Да. Конечно. Субтитры подогнал «Симон» Она сказала, что передаст нас в руки, это Изабель Давай напишем письма родным Если мы из всего этого не выберемся живыми, пусть они знают, что мы любим их Пусть у них будет хоть какое-нибудь утешение Не преувеличивай, все не так плохо То есть, вряд ли это будет так уж ужасно С нами и не такое бывало Не такое бывало? Ладно, ничего у нас не бывало Но не стоит так уж бояться эту, Изабель Просто ты не слышала, что о ней говорят Пусть говорят все, что угодно, Мишель Ведь завтра она меня уже не найдет Ты сбежишь из пансиона? Точнее, я вынуждена сбежать Потому что, если я не сбегу То Камран Бей решит, что я не приняла его предложение Ты примешь предложение, да? Только никому не говори, ладно? Хорошо, хорошо, Фреде Здорово Что такое? Почему вы на меня так смотрите? У меня что-то случилось с лицом Пусть симпатичный господин в таком виде увидит тебя Ты кажется, забыл свое ведро для уборки Вот это тебе за подножку А это за то, что испортила мне бал Господи, Боже мой Я сегодня солгала, хотя не хотела это делать Солгала, чтобы не потерять свой пансион и учениц Я знаю, я знаю Я знаю, что мою ложь ничем нельзя оправдать Прости меня Я готова к любому наказанию И благодарю тебя Аминь 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 Сестра Алексея Сестра Алексея Что с вами? Сестра Алексея С вами что-то происходит Аминь 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 Кто-нибудь Помогите Помогите Есть кто-нибудь Сестра Алексея Плохо Сестра Алексея Помогите 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 Побежали Сестра Алексея Фредея Что случилось? Не знаю Она потеряла сознание Сестра Алексея Открыла глаза Сестра Алексея Вы как? Принесите воды Тихо Тихо Вы сильно меня напугали Что теперь будет? Ты до смерти напугала Аминь Вышла среди ночи Как привидение Еще и говорит Вы меня напугали И где ты была? Думаешь я тебе скажу? Где была я спрашиваю? Тебе что? Ты доложи сыну и мужу Может побьют меня И выяснят где я была Ты специально так делаешь Чтобы мы все переживали Хочешь скандал устроить, да? Ага Вот такую дочку ты родила Судьба Говоришь прямо как Селим Ведь он же теперь мой господин Ударь Мне ведь не привыкать к этому Так вот До середины завтрашней ночи Ты останешься здесь До середины завтрашней ночи? Если ты будешь оспаривать Мое решение Останешься еще дольше Что вы, Масех? Как я могу Королек Мне страшно Так и надо Этого еще мало тебе Предательница Из-за тебя я не смогу Пойти на встречу с Камраном Из-за тебя он решит Что я не приняла его предложение Ясно? Коза КОНЕЦ КОНЕЦ Эй, проснись Доброе утро, Мася Доброе утро, Мася О, Аллах Ты знаешь, в чем дело Аминь Доброе утро, Мася 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА